на ремонте вот такой шуруповый гранит он работает в принципе держит хорошо но при нагрузке сразу чувствуется запах и хозяин говорит что если немножко поработать то конечно проблема с электродвигателем какая сейчас будем выяснять то ли полностью менять то ли может быть только щетки сомневаюсь конечно посмотреть нужно разбираем снимаем сам аккумулятор откручиваем сначала голову и потом откручиваем для того чтобы располовинить две половинки но для начала раскручиваем 4 винта и откручиваем голову редуктор так оказывается это была не голова это было просто накладка я почему-то думал редуктор в эту сторону снимается нет это было просто накладка не знаю до какой цели больше как декоративно ну а теперь скрываем половинку откручиваем все винты и располовиниваем открутил я все винты теперь можем располовинить посмотреть в каком у нас состоянии обратим внимание сейчас на щетки в нормальном ли они состоянии ну и тут нормально переключается скорость потому что отсюда я почему-то не смог переключить а тут вроде бы переключается нормально кто-то уже смазывал смазка полно не должно быть столько смазки она все замазывает все сейчас будем разбираться значит сам редуктор рассоединяется здесь немножко проворачиваете и вытаскиваете редуктор более-менее в нормальном состоянии эту пластину ставим назад чтобы шестеренки не выпали смазка тут есть много ее в принципе и не надо даже может быть лишнее по электродвигателю значит здесь есть такие две я уже развальцевал забиваются с четырех сторон корпус просто немножко и вот я плоскоупцами его подворачивал просто и вот эта пластина вытаскивается поддел надверткой и она вытаскивается вместе с щеточным и еще точный механизм тоже вытаскивается можно сначала его снять а потом вот пластиковый щеточный механизм значит вот это звездочка здесь в данной модели она не не натянута просто снимается соответственно бывал мы можем придавливаем сюда об стол прижал и выдавливая все грязно одна из причин очень сильно возможно из-за сильной смазки редуктора смазка попала на коллектор прилипла графитовая пыль и здесь все черное поэтому сейчас все хорошо почищу почищу здесь все черное вычищу сам коллектор почищу чтобы пыль графитовая снова не прилипла к коллектору и смазки и посмотрим может быть дело в том что смазка попала потому что тут все я тут уже все вычистил тут все было смазки поэтому не нужно не усердствуйте с со смазкой редуктора потому что все равно даже если вы много положите при вращении редуктор выбрасывает лишнюю смазку так или иначе хотите вы этого или нет поэтому со всех щелей она полезла ну и попала при продувании с воздухом попадает смазка видите она везде и вместе с пылью попадает на коллектор на щетке поэтому обратите на это внимание значит дальше пошел уже сложный ремонт смотрите что я сделал мы сняли ротор у него вот эта штучка снимается просто на этот вентилятор просто снимается сам коллектор но как бы неравномерный возле перемычек возле разрезов был немножко такой углубление возле карты из-за этого не плотное прилегание самих щеток я решил выровнять немножко коллектор берем дрель вставляем только дрель должна быть не очень старая чтобы не прыгала чтобы не не терпался здесь значит ставлю и хорошим надпельком мелким аккуратно не прижимая сильно выравнивая поверхность в конце вообще еле-еле прислоняясь для того чтобы ну как бы зашлифовать если есть шкурка какая-то наждачка 0 то лучше ей завершить чтобы все таки очень гладкий коллектор должен быть собственно все если вы видите что поверхность достаточно гладкая если нет то найдите мелкую наждачку и сделайте все мелкая наждачка или возьмите очень мелкий инструмент вот например очень очень мелкая ну и доведите до блеска ну и тогда будем собирать ну как я и говорил а довести до блеска нужно нулевой наждачной бумагой ну и смотрим чтобы вообще не было царапин иначе очень быстро сточатся щетки ну что же если вы видите то я полностью вымыл значит отшлифовал нулевой коллектор полностью вымыл щеточное место оно теперь как новое белое оно оказывается белое видите было черное полностью все в масле на коллектор попадало масло все этот вопрос я решил поможет это или нет я еще не могу сказать покажет сборка но сейчас собираю все в обратной последовательности наверное таки покажу как я собираюсь смотрите здесь щетки сомкнутые они не налазит не не входят сюда поэтому я ну их нужно разомкнуть я допустим сюда палец вставил разомкнул и одну щеточку в эту сторону одну вот и все зашла теперь осталось вставить планку металлическую я тоже нужно хорошенечко вычистить ставим планку и назад завальцовываем дальше нужно завальцевать края я поставил на натиски и в четырех местах в принципе практически там же где и было эти я развернул завальцованной части теперь назад заверну и потом каким-нибудь инструментом небольшую назад заверну и теперь каким-то инструментом удар чтобы планка назад не не вернулась собственно и все и двигатель в порядке ставим назад пришлось разобрать назад забыл при установке этой части нужно поставить прокладки здесь есть несколько шайбочек четыре шайбочки и забыл что нужно их сюда поставить в обратной последовательности как и были иначе будут проблемы поэтому не обратите на это внимание все вот теперь уже можно назад ставить и завальцовывать еще раз придется еще раз завальцовывать дальше для того чтобы вот это вот защита не спадала она должна тут фиксироваться я приклеиваю взял эпоксидный клей двухкомпонентный замешал и сейчас его здесь к краю приклею обезжирю обязательно все теперь назад вот эту штучку вот так вот иначе при вращении она уходит и начинает цепляться за вот эти вот контакты начинают упираться в контакты поэтому сейчас его приклеиваем он и был приклеен и уже после этого буду устанавливать на место в электродвигатель пришлось снова разобрать оказывается его нужно приклеивать продолжу дальше и так мне приехал новый электродвигатель который я поставлю взамен в наличие есть единственное что у этого нового не шестерня не снимается она натягивается диаметр тот же самый но тут с лыской и снимается здесь натягивается плотно но при заказе учтите и бывает например с 9 зубьями бывает с 12 вам нужно чтобы и диаметр совпал здесь у нас 10 9 миллиметров и количество зубьев 12 12 все остальное абсолютно одинаково значит нужно теперь правильно припаять провода чтобы он вращался сюда по часовой сюда против вот в данный момент я установил так что по часовой стрелке меня вращается прислоняю эти контакты контакты контактом и пробую значит этот по часовой а этот против часовой крутится значит переворачиваем вот так теперь наоборот плюс минус меняю прислоняю просто просто прислоняю контактам держу рукой этот по часовой я же не переключал и это тоже по часовой что нужно сделать нужно отметить что вот это у нас черный будет это красный беру маркером и отмечаю что сюда нужно припаять черный проводок ну собственно и все черный чтоб не перепутать вот и весь ремонт собираем обратной последовательности отсюда отпаиваем сюда припаиваем и и огонь а единственное что нужно еще вдавить натянуть это можно сделать в тисках или еще как то на единственное что нужно просто так забивать нельзя ну можно только если вот этой стороной во что-то упирать то есть просто в руках держать и забивать нельзя вы нагружая сорвете что-нибудь в роторе то есть на твердое на вал нагрузка на вал должна быть с этой стороны или в тиски но только тиски должны упираться не в корпус а конец вала и нагружаем просто до или может быть я попробую например вот так если я вот так и тут главное упереть в вал смогу ли я таким инструментом придавить я не знаю сейчас я вам кстати сразу и скажу немножко перекашивается становится неровно а нужно поставить ровно и забивать все-таки нужно на что-нибудь ровное и молоточком ставим на тиски например и молоточком пум 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 тук 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 забиваем до ну а куда припаивать я уже определился вот у меня отметка черная теперь включаю хороший паяльник чтобы он мог отпаять помощнее у меня есть такой паяльник включаю нагреваю и буду припаивать но сначала сейчас покажу что нужно делать и теперь я хочу забить шестерню на место значит я немножко развернул контакты чтобы они не упирались в площадку вот маленькие тисочки на платформе упирается в вал и потихонечку шестерня вставлена все хорошо крутится теперь припаиваем ну а дальше тут совсем все просто облуживаем контакты я использую канифоль можете какой-то плюс использовать ну и теперь просто один отсюда выпаиваете сюда по его хорошим мы уже наметили какой из них черный вот этот получается отсюда просто выпаиваем чтобы не перепутать сразу на место черного припаиваем собственно все теперь осталось собрать в обратной последовательности вместе с редуктором проверьте не собирая что у вас редуктор работает вдруг вы при разборке у меня например при разборке шестеренки некоторые выпадали я вставлял и теперь нужно проверить все ли я правильно поставил просто посмотреть будут ли при переключении меняться скорость вращения красный уже мы не перепутать теперь нужно отсюда без разницы как нет 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 не без разницы вот здесь у нас черный тоже отмечать что это черный потом вот эту пластиковую деталь соответственно прикрутить собственно это большой роли не играет но все равно я сделаю таким образом ничего не перепутать а теперь с помощью набираю набираю у припоевая проводов ну в общем теперь все у нас рабочий инструмент осталось только пример все до кучи собрать потихонечку буду это делать что делаем дальше после того как припаяли нам нужно вот эту планочку вот у меня от черного осталось сверху черная в такой вот так же и поставлю откручиваем винтики здесь он вместе с гровером не забываем вытащить гровер он тут остался внутри точно также вот черный вверху сюда что-то попало какой-то мусор внутри тогда значит надо протереть чтоб вот это масло и мусор не попало в электродвигатель она совсем там не нужно и прикручиваем теперь уже назад сюда вот так не забываем граверок ну собственно а после этого тут уже все просто вот здесь стоит прорезь для выключателя переключателя режимов и сюда ставим совмещаем с редуктором он на защелке получается он вставляется и чуть-чуть проворачивается тут конечно могут выпадать их на назад значит вот переключатель режимов вот сюда вот сюда он должен попадать вставляем шестерми и вот как то так должен чик и защелкнуться в принципе ходит ну и сейчас будем проверять сейчас будем проверять крутить после того как мы защелкнули осталось только сейчас я вот временно так подсоединил для того чтобы проверить вот в таком положении редуктора и вот в таком первая скорость медленное вращение быстрое вращение все работает вот так все теперь мы соединяем ставим на место получается вот этим ребром и вот этим ребром нужно попасть вот сюда и вот сюда и совмещаем а вот этим ободком вот этот внутренний ободок должен попасть попасть здесь вот так вот плотно стать собственно все собственно все мы собрали теперь в обратной последовательности нужно закручивать значит при сборе смотрите двигатель при вставлении уже нужно вместе с вот этой кнопкой вставить но куда ее вставлять не вот здесь есть пустое отверстие а есть и с пружинкой смотрите нужно отодвигаем пружинку чуть-чуть вот так вот оп оп немножко темновато конечно задвигаем вытаскиваем немножко пружинку видите и здесь вот есть в рычаге есть такое небольшое небольшой фиксатор для пружинки такой отросточек пружинку вставляем вставляем в этот фиксатор вот так вот и так вдавливаем оп и она туда встала теперь она тут немножко пружинит и уже вместе с кнопкой вставляем и теперь она вот будет вот так правильно ходить собственно все обратите внимание что кнопка должна стать фиксаторы здесь направляющие для кнопки и вот проводок для подсветки должен зайти вот обойти пройти вот здесь и вот выйти вот в этот паз тогда он будет так крепко закреплен ну и важно чтобы вот эти провода не ложились вот здесь на пластик иначе он прижмется их надо вот туда все утопить в зазор вот туда проложить вот так чтобы нигде потом корпусом или вот здесь нет не должно лечь сюда на пластик а должно рядом быть все и в таком случае у вас ну и здесь флажок переключения должен попасть в вилку вот здесь внутри все теперь можем собирать тогда она вот так хорошо вставляется и если мы поставим батарею на этом все подписывайтесь на канал увидите что не сложным ремонтом можно восстанавливать даже сложную технику закручиваем и пользуемся а этот шуруповерт идет счастливому клиенту всего доброго увидимся на канале